добрый вечер получается что скорее всего наш эфир мы проведем с тобой ярик на пути в одессу на юга вот толик скорее всего возвращается из албании с плена и таляныч на работе так что как тебе прошлый уикенд как тебе четверг 22 июля с алая нам гусакя нам гасиевым ну и ивент от фрэнка орена ну понравился ивент от фрэнка орена понравился или кое-что понравилось в этом вечере бокса от хрюнова по сравнению с прошлым скажем так было немножко более интересно алаян скажем так видать пересмотрел свои предыдущие ошибки и выдал в принципе неплохой бой я себя я себя еле заставил что посмотреть конечно алаян чане я думал что что-то будет подобное как и до этого но в принципе как бы сам будет по себе мне понравился интересный получился там томчане очень перехватил инициативу талаян такой интересный был насыщенный бой счет 99 91 в пользу алаяна ты считаешь это счет по поединку нет конечно ну по мне так начание больше конечно раундов он со второго раунда мне кажется первую половину боя он выиграл там шестого раунда или седьмого начал включаться алаян немножко приспособился к его атакующему стилю и начал именно кружить закруживать вот это вот на сайт степов уходить двигаться на ногах то есть как бы вот это вот этот переход то что как он перехватил инициативу именно вот это мне понравилось валаян и опять же потом чайня тоже мог по моему восьмом раунде там изменить ситуацию но начал заигрываться вот это вот там кривляне вот это его наверное хотел очень понравится российской публике чтобы его постоянно приглашали вот на такие мероприятия и вот и вот конечно последний раунд десятый но я ожидал увидеть там какой-то там какую-то зарубу там хотел увидеть больше отмечания он откровенно десятый раунд силу ну вот это вот конечно такой осадочек от этого именно поединка остался так в принципе интересный такой насыщенный бой прежде всего этот танец из танзании там чане занес вот показал такой интересный такой атакующий бокс именно силовой такие длинные комбинации вот это но сыграл опыт все-таки алоян на классе на классе приловчился и начал двигаться начал закруживать начал проваливать бой хороший мне понравилось хорошо а что ты скажешь про бой гукосяна вильялба вот эти вот долбежка дятельная головой гукосян конечно это что-то я не понимаю что он хотел аргентин сюда там чемпиона аргентины чемпиона южной америки что нему хотел там его как-то там запугать с такой бомбежкой пошел в первом раунде вот там хотел хотел я не знаю там завалить по сути крепкого пацана до такого хорошего боксера скажем так ты понимаешь сюда приехал какой-то аргентинский таксизм я тут понимаешь весь из себя иди сюда я сказал я я вот именно вот так воспринимал этот поединок начал ну ему надо было хотя бы до начала боя поинтересоваться о своем сопернике таксистом там или все-таки чемпион южной америки а потом уже наверно какие-то хотя бы электренерский штаб должен был это зачем саша здесь же все уже решали ты понимаешь здесь уже в принципе все решали главное главное догона не упасть не упасть доползти до финального вагона ну в итоге что получилось ничего не получилось гукай сан сдулся когда вильяльба взял взял бой в свои руки начал начал уже его это само он начал откровенно хамить и делать невероятные эти вещи которые в ринге недопустимо делать вот эти бодания притом откровенные ну позор действительно вот и и вильяльбе ну скажем так можно и посочувствовать и можно поздравить с поясом хоть каким но все-таки парень не зря прокатился в такую даль надо саша было видеть все эти лица знаешь таки офигевшие начало мышь на другое рассчитывали это вот понимаешь мне еще ну просто добило когда этот гукосян дает интервью и говорит типа хочу за херня что случилось то собственно говоря ну блин пацан же не может продолжать поединок так давайте победу мне и хренов там нарисовался типа мы проведем матч реванш мы причем знаешь так желательно прямо сейчас через минут десять хотя по большому счету это было видно это удар был откровенный от весилия такой какой-то ну злобы что он ничего не может сделать вот и вильяльба аргентинец конечно там ну он он все видели он хотел встать он просто не смог он просто не мог это был один удар вот после того как гусакян забыковал и понял что общем как бы на храпом не получится и переиграть вроде бы как не получается потому что банально гукосян этого не не имеет технического понимания ведения боя он же начал с третьего раунда просто головой бить и бить откровенно и сначала получил замечание потом сняли с него пункт а в четвертом это три раза он поднул головой уже в 4 причем бодал же не прикрыто знаешь хотя бы хоть как-то там знаете за плечо скрылся либо завел там за за спину рефери и боднул его а это же просто открыто чуть ли не на одессу перепутал бокс с подворотник как это объяснить это конечно отвратительно есть пример просто когда вот питерская улица меня научила правилу если драка неизбежно бей первым и желательно головой по носу ладно расскажешь про микаэля у лишь валиша и мурата гаси потому что у меня удобоваримыми словами есть только два это вы и на ну гаси у гаси взял то что каждого от него требовалось то что ему претензии какие все все сделал так как надо потихонечку начал бой раскачивать ну то есть особо скажем так не форсируя события о лишь тоже принципе работал на джебе двигался на ногах то что он должен был и делать ну исходя наверное скорее всего да из из того что как как двигался в свое время усик против гаси его да вот но что случилось то случилось конечно я понимаю очень воспитанный человек извини меня пожалуйста ты очень воспитанный человек очень политкорректный человек очень добрый человек несмотря на то что ты постоянно бьешь людей по лицу вот ну скажи мне пожалуйста ну где ты увидел что гаси постепенно раскачивал уже ну согласись что в первом раунде вот подавливал немножко подавливал занял центр ринга вот этот я имел ввиду подавливал прощупывал его с правой руки вот ему да ему через ручку там запустил пару раз первом раунде то и так далее ну пристрелялся с правой попал двумя ударами мог спокойно нокаутировать этого валиша и как у друга поднялась рука за нить валиша с усиком валишь но откровенно педалил назад джеб его не долетал там никакой угрозы противный уйди противный уйди противный так все четыре раунда не ушел противный угося задача не стояла уложить первом раунде или того втором ему сказали поработает как можно дольше там попробуй там ну протянуть бой там покажи что ты можешь боксировать и больше одного раунда а у лишь боксировал ну где там гасиев боксировал он тупо ждал момента когда ну в общем придет четвертый раунд потому что если бы он бы сейчас перевернул а он вполне мог перевернуть валиша в первом раунде здесь даже доктору ходить не надо он мог просто начались разговоры это вот нори сэфори мешка сейчас привезли валиша и мне кажется что но сам посудить да извини представь если он его также какие этого сэфери которого заводил в первом раунде по крайней мере вот я бы сказал привезли мешка и у гасиева хватило совести не оттягивать неизбежно не играться в раунды в какой-то в какую-то попытку найти чего-то чего нельзя найти он просто вышел и закончил человека потому что человек то в принципе то есть волеш ничего не сделал для того чтобы чтобы как-то оппонировать да посмотрите поединок волеша с тем же джо джойсом с другими бойцами которым проиграл там хоть какое-то понятие оппозиции было здесь чувак вышел такое впечатление что он уже обделался перед выходом в ринг и в принципе ну он просто боялся на мой взгляд он настолько боялся гасиева потому что прекрасно понимал если он будет агрессивно вести там пойдет вперед он просто наткнется на хороший встречный удар и все ну и даже остановка боя копцевым в конце четвертого раунда зачем останавливать да пусть войдет мне больше всего понятно что это вообще я я не знаю ну конец раунда да 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 им разойтись по углам там да и все вот в пятом раунде ты остановишь бой в любом случае чему вот это вот вот это вообще на победу гасиева в пятом раунде и копцев сволочь не дал мне денег заработать ну да да я об этом не подумал по сравнению как тренер да по сравнению там с поединком нурисы фри с поединком михаэла с против михаэля волеш я понимаю что сейчас пытаюсь получить от тебя ответ который ну собственно говоря я я бы не смог дать вот ты как тренер к человек более искушенный увидел что-то в гасиеве какие-то изменения что ну что-то такое что общем может сказать что блин в будущем чел может там как-то спрогрессировать изменений абсолютно никаких то что он делал до этого в этом бою ничего такого все все как и было вставка на удар на один удар мощный нокаут там он по моему первом раунде до промахнулся левый боковой левым боковым такой просвистел там не он просто он просто я такое впечатление что гасиев понимаешь он не наносил удар он их просто акцентировал то есть он же в первом раунде два раза там знаешь кулак зашел за левую варежку и гасиев нужно было плечо только довернуть чтобы получился такой вот но он этого не делал и и просто ходил и выжидал того момента когда блин либо сам болишь придет на его удар либо уже знаешь так посмотрел вокруг да хрень уже это полную ну сколько можно ждать вот и вот в конце четвертого раунда за 22 секунды просто два таких точечных знаешь удара там право через руку и потом за варежку и все и гаде один из следом за ним сразу второй он замечательно повторил это раунд здесь конечно угас его ничего не взять не отнять он сделал единственно на мой взгляд что поединок получился настолько затянутым вот я понимаю если была какая-то оппозиция что общем это требовало времени а такое впечатление что действительно там гасиеву сказали ну сколько можешь ну придержи коней сколько можешь ну не можно то в первом раунде ясно ну посмотрим кого привезут привезут гасиеву следующем поединке потому что мы постоянно слышу там с божьей помощью нам привезут а мы идем дальше вот единственное развитие я думаю что не стоит там я не думаю что стоит нам ожидать чего-то там какого-то там серьезного соперника будет ну такой же волюс там чуть-чуть волюс плюс или волюс 2 саш но единственный единственная как бы возможность гаси его стать чемпионом в хэви вейте да это хренову там взять у кремлёва огромную котлету денег вот и поехать к дону кингу и договориться чтобы дон кинг за эту котлету денег там взял тревора брайна это обыкновенного чемпиона за ухо там бросил его в ринг гасиеву вот и все больше я просто не понимаю ну кто может еще приехать туда до из топовых бойцов понимая что угас его есть конфликт с американскими промоутерами то есть но не очень такая скажем так этическая ситуация когда ты приходишь человек извините насрал в карманы там многим людям а ты приходишь и потом тебе с этими людьми которым гасиев но не выполнил перед ними обязательства разговаривать как эта ситуация этические очень такая соу-соу вот знаешь как как библии написано и был новый день и был новый ивент от хреново и был этот ивент хреновым вот и все на самом деле мне не жалко только одного что гаси у которого действительно есть талант и тут я очень бы хотел чтобы его проблемы со здоровьем наконец-то закончились а вот проявил ну как-то хоть оживил heavyweight да заставил хоть как-то людей двигаться поскольку все как бы затянуто да нудновато становится ну давай перейдем теперь к фрэнку уоррену дэвид аделеги насколько в общем ты считаешь что этот боец имеет будущее в heavyweight потому что его постоянно сравнивают джаредом андерсоном и эффект джаба который вот боксирует на ивентах у боба арума как он тебе тяжело судить по такому бой как вот этот предыдущий с манилом манит откровенный приехал за мешок да вот поэтому по поводу перспектива делье возможно не знаю надо надо смотреть его с более сильной позиции потому что судя по этому вот так у него есть есть такие моменты хорошие данные вот чтобы стать хорошим боксером опять же надо проверять на других боксеров сашка манев тебе понятно тебе в угол привезли аделея и сказали вот ты с ним работаешь и ты естественно там смотришь его поединке да и вот посмотрел поединок с манью и по твоему мнению я аделе я говорю тренер что я неправильно делал в поединке против манева и тренер мне говорит ну я бы например поработал все таки над техникой ударной потому что он слишком размашистый он открывается и если манев был немножко манев понятно там надеялся на лаки панч но если бы он был потехничнее он помог ему бороду пробить просто напросто вот вот такие размашистые удары то есть ну они могут в дальнейшем вот именно ему навредить то есть защита защита с дырами у него как ни крути будет с дырами поэтому в первую очередь я бы его собрал но что больше в кучу так сказать вот и стал бы попросил бы его боксировать именно более организованно скажем так вот вот как скажем так свое время ленокс юлис англичанин максимально собран вот максимально сконцентрирован а здесь вот немножко такая ветряная мельница хотя моменты моментами конечно у него очень хорошие удары проскакивают и вот мне нравится как он работает передней рукой как он придерживает закрывать прикрывает скажем пространство для правой руки то есть соперник принципе его правую руку не видит вот это он искусственно это этим пользуется понимание понимание камила соколовского как боксера я бы очень рекомендовал но тебе если будет время и нашим зрителям посмотреть бой аделлы против камила соколовский вот там очень соколовский как бы общем дал ему искусство то есть выживание и и вот огрехи которые ты называешь там было еще более отчетливо видны потому что под прессингом вот только за счет здоровья и большого количества ударов и больше попаданий там на тоненько выиграл аделлы а так соколовский конечно дал ему что называется уж извините просраться здесь конечно от манева слушай скажи пожалуйста а вот как ты как ты проанализируешь или характеризуешь вот этот попытку манева то присесть на колено да то есть уйти скажем так попало в глаз и я бы сразу стал на колено потому что общем как бы но это ничего не мешает нет 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 помешать помешать не помешает как ты охарактеризуешь что это было совершенно верно по правильному да возьми колено там отойди немножко и продолжи бой но он видать либо не успел его принять либо что-то либо либо что он чуть-чуть это и но он смотрел в сторону рефери что рефери остановит а рефери сказал давайте ну третий точки не было продолжайте да третий точки не было рефери прав в этом сто процентов тут конечно я не знаю почему манев ну видать опыта не хватило сориентироваться там да наверное что надо было колено принять конечно же потом продолжить там я так понимаю что-то типа типа что-то шнуровки или как потому что было бы не касание нет там было перкот и мне кажется что он держал перчатку вот так вот и просто его собственный палец от перчатки задел глаз потому что не лошадь раз так возможно возможно кстати по аделье вот хотел обратить внимание на его апперкоты в голову право очень хорошая хорошо заходит у него под под левую руку правый апперкот в голову вот это вот его грозное оружие кстати очень грозного умело этим пользуется мне понравилось ну по-моему иногда он да сделал то же самое когда на канаты маню упал вот но маню в парку маню порой конечно там пытался не сдаваться там идти что-то до конца бороться ну да посмотрим на ты абсолютно прав саш надо смотреть на аделея дэвида аделея в будущем вот и смотрите о конечно же противостояние с более качественной оппозиции но я соглашусь с тобой в одном ему еще надо учиться учиться и еще раз учиться и самое странное что те ошибки которые у него были в начале карьеры они пока еще никуда не исчезли и вот если допустим знаешь гипотетически сейчас представить поединок аделея против карлоса такама я думаю что общем аделея из ринга не выйдет его вынес соглашусь саш и теперь самое сладкое джо джойс против карлоса такама сразу хочу тебе задать вопрос как ты оцениваешь вот остановку боя правильно это неправильно потому что вокруг этой остановки боя ну столько копии уже сломано что мама не горюк ну скажем я больше склоняюсь сторону рейхи то что он все-таки больше прав чем не прав потому что ну на протяжении наверно рука там секунд 15-20 точно таком ни одного удара в ответ и выбросил то что не упал это одно то что надо хотя бы пытаться что-то выбросить показывать что ты все-таки способен продолжать бой вот то в общем я я все-таки на стороне рефери что он все-таки правильно остановил это не копцы то есть здесь я на стороне рефери джойс с тобой абсолютно соглашусь потому что постоянно на роллсмитинг когда объясняет ту или иную ситуацию в том числе и остановки боя ввиду не ответа соперника то существует такое самое простое правило дюжины ударов если на дюжину ударов соперник не ответил не показал что он действительно не находится потому что непонятно боец состоянии игроки может он вообще держится просто благодаря ударам не падает естественно рефери должен поединок остановить хотя с другой стороны знаешь мне кажется люди которые недовольны решением рефери они находятся под магией поединка карлос атакама против дерека чесоры и как поединке против карлос против джойса как и поединке против дерека чесоры Карл Стаканта лидировал на картах судей, причем против Джо Джойса тоже на трех картах. И все ждали завершения, когда нокдаун. Чесора делает Карлосу нокдаун, а потом и нокаутирует его. И здесь все ждали, по-моему, точно же такого развития дела. На моей карте тоже Стаканта лидировал. Мне вообще этот боксер импонирует. Мне нравится. Стойкий, красавчик, просто красавчик. Да. Он 40 лет показывает очень яркий бокс. И он, мне кажется, еще будет продолжать. Конечно, вот эти удары, они бесследно не проходят. И с каждым боем, ну, скажем так, его здоровье будет хуже. Количество пропущенных да, как вот в этом бою. Но его интересно смотреть. Его было интересно смотреть и с Поветкиным, и с Чесорой, и вот, Джойсом. Джошуа, да. То есть это это хороший, хороший, хороший обученный боксер, который может запустить любую комбинацию под любым углом, хорошо двигается корпусом, хорошо передвигается на ногах, который, у которого есть удар. Вот. Ну, или в силу возраста, либо там каких-то других причин, все-таки он немножко, немножко не хватает ему. Вот здесь вот зазевался где-то, заигрался. Вот, не ожидал. шестого раунда, когда он непонятно, непонятно, как хованул вот эту правую, левую, правую. Комбинация, прошла, и его качнуло, конечно, и он уже не смог прийти в себя. Вот. Это, ну, я так думаю, что он просто заигрался, он уже поверил, что он Джойса выигрывает, что он сейчас чуть-чуть дожмет и будет это. Ну, Джойс, это не тот парень, который так берет и проигрывает такие поединки. То есть он все-таки сейчас вы помоложе и антропометрия, ему просто-просто сверху бомбить Такамову. И вот эта комбинация левый, правый, левый, вот она тому свидетельство. Она зашла просто как по маслу. Все. Но при этом Саша, давай признаем, что большинство действий в ринге, особенно на ближней дистанции, я прекрасно понимал, что вот эти тягучие, пластилиновые, но наполненные необычайным количеством динамита удары Джойса с дистанцией, которые мы видели, действия которых мы видели в поединке против Дюбуа, это просто перфектно. Но когда я увидел, что и удары на средней, на ближней дистанции у Джо Джойса очень медленные, и самое страшное, знаешь, что меня поразило, большое количество ударов в никуда. Хотя казалось, соперник согнулся, идет на тебя, но если на тебя идет соперник согнулся, ну что сделать, отойди чуть-чуть назад в сторону, как раз под апперкот, что справа, что слева. Зачем вот эти попытки пить, причем не рукой, а всем корпусом, заворачивая корпус вот эти вот боковые, блин, для меня это просто шок было. Вот, Юра, полностью с тобой соглашусь и хотел это отметить, что мне тоже непонятно, зачем я успел сказать это первое. В сторону затылка там, где-то по блоку, где-то вот сверху там стараться это самое, накрыть его. Если действительно, ты можешь сделать под шаг назад, там шаг или чуть в сторону и снизу карлосстакан он идет вперед, он наклоняется вперед, его очень удобно вот этими апперкотами снизу расстреливать. То есть подними снизу сверху потом добавь там опять подними снизу сверху добавь, ну то есть более разнообразнее надо работать, конечно. Да, когда ты на дистанции, это да, то, что ты сделал вот эту троечку пробил и так далее. Это согласен. Но когда средняя ближняя дистанция, тут сам доктор приписал снизу начинать и сбоку заканчивать. Действительно шаг назад снизу сбоку, снизу сбоку и все будет хорошо. Но он этого ни разу по-моему и не сделал. за все я кстати ждал от него. Саша, а почему по твоему мнению почему ну весь уже два человека говорят очевидное, ну просто очевидное. Почему же Джойс ну наверняка ну может команда ему не донесла, может сам не допонимает. Это ж вполне может быть. Саша, сам не допонимает, команда не донесла. Но согласись, если это отрабатывается в зале, ну оно в мышцах, оно в голове, оно на автомате выстреливается. И тогда вопрос у меня, может быть команда что-то как-то команде по голове настучать, чтобы она более разнообразнее делала Джойса. Ну возможно. Вот тот же мы говорили, если бы Аделье был с Карлосом Сантакао. Мне кажется, Аделье там уже апперкот этот снизу сунул бы. гораздо быстрее и вопрос бы там тоже был бы. Кто кого? Атакам Аделье или Аделье Атакамо? Потому что там у того есть огрехи и у того есть огрехи. У Атакамо именно вот этот грешок, вот это что он? Наклонять голову сильно вниз, корпус вниз и его просто можно расстрелять снизу. Я же говорю, то, что доктор написал. Но при этом когда ты наносишь удары снизу, открываешься, то есть руки у тебя получается снизу, а вот у Атакамо есть, знаешь, такая вот, ну это плюс его огромнейший, но очень такая подлая вещь. Он же наносит свои вот эти оверхенды и вот эти свинги, причем с двух рук, практически не глядя ощущает траекторию вот своим лысым затылком. И вот как ни странно, перчатка летит точно на цель. Ну у него хороший тайник, я согласен. Поэтому вот было бы интересно их бы вместе увидеть. Аделье и Атакамо, возможно, они что-то такое и организуют в следующий бой. Мне было бы очень интересно посмотреть. Не, я думаю, что Атакам Атакам сейчас должен возобновлять свою карьеру, потому что у Джо Дегуарди в старбоксинг в Соединенных Штатах Америки, в Нью-Йорке, он застоялся и застоялся целый год без поединков для такого, я считаю, топового Джорни Мэна, неимоверно топового гейткипера. Он должен просто не вылазить к рингу из ринга. Это тот же самый Аделейт, это Эффект Джаба, это Андерсон, это чувак, то есть Карл Атакам, это чел, который проверит любого проспекта на вот это вот, насколько, в общем, прочная задница молодых парней. На стойкость, да, согласен, согласен. Экзаменаторы. Теперь вот с поединка Джо Джойс с Карл Астакам взглянуть на бой против Александра Усика там, и вот сейчас все говорят, что уже после боя Усика с Джошуа Джо Джойса назначат обязательным претендентом. Вот как ты видишь поединок там, допустим, Джо Джойса против Усика, если бы он, ну, допустим, сейчас состоялся? Ну, Усик, мне кажется, его разберет на гаечки и болтики, мое мнение. Джойс, он, скажем, он очень медленный для Александра, он очень медленный и немножко примитивный, скажем так, вот техника Усика более, скажем так, разносторонняя и он его обыграет, просто обыграет. А в поединке Джо Джойс с Джошуа если бы он состоялся, скажем так, в сентябре? Джошуа то же самое. Джойса я не вижу там, не вижу прям вот он, да, он хороший, классный боксер, он около топовый боксер, но он не топ. Он проиграет всем всем вот и тому же Вайлдеру проиграет и проиграет Фьюри и Джошуа и Усику проиграет. Я его не вижу Джойса в топах. Я абсолютно с тобой соглашусь, потому что явно, вот было явно видно, как только Такам начинал работать компактно, быстро, Джойс просто вот почему он не делал шаг назад? Потому что Карлос Такам настолько быстро возле него оказывался, что у Джойса мне кажется как-то клинил нос. Он просто даже и не предполагал, что можно сделать простой шаг назад, даже и делать шаг назад, когда чуть-чуть надо было действительно предвидеть. Но есть как есть. Поздравляем, конечно, Джойса с победой. Тем, кто, в общем, ждал падения Карла Сатакама, вы жесткие, вы жесткие и беспощадные люди, которые, в общем, не заботитесь о здоровье других. Хотя, конечно, где-то подсознательно я понимаю вот тех, кто пришел смотреть как раз не столько на бокс, сколько на нокаут. Саш, огромное тебе спасибо, что ты нашел время, что ты провел Zoom постфайт и в среду мы будем разговаривать. У нас единственный поединок чемпионский это бой Джу Кенна против Господи Готовился, готовился и забыл. Вот, это поединок за титул чемпиона мира по версии WBA в полулегком весе против Ли Вудса. Поединок довольно-таки мне кажется будет конкурентным, очень зрелищным, поскольку в последнем поединке, в одном из поединков своих, не помню какой там был последний, не последний, Джу Кен выбросил в 12-м раунде Саша 1519 ударов. В 12-м раунде 1519 ударов. Это просто с ума сойти. Ну и Вудс как бы очень хорош на ногах, но об этом мы уже поговорим в среду. Саша, огромнейшее спасибо, береги себя, своих родных, близких, побед твоим бойцам, и я тебя обнимаю, и до среды. Пока. До Ивна. Спокойной ночи.